В начале служения, давайте прочитаем из книги пророка Наума, первая глава. И мы часто можем слышать о том, что надеетесь на Господа. Много читаем из Писания о каких-то обетованиях Божьих, тем, которые надеются на Него. И в этой книге здесь также говорится об одном таком обещании. Книга Наума, первая глава, седьмой стих. «Благ Господь, убежище в день скорби, и знает надеющихся на Него». И тут видно, что Наум говорит, что «благ Господь». И кому Он благ, кому Он добр. И в Писании мы находим много мест в Писании. Одно из таких, это Псалом 144, 9 стих. Там написано так. «Благ Господь ко всем, и щедроты Его на всех делах Его». Благ Господь ко всем, Он ко всем добр. И в чем же это проявляется, в чем же проявляется Его благость? И одно из тем, что мы читаем, что посылают дождь и на праведных, и на неправедных, что Господь дает урожай и тем, и другим. Вот так же мы читаем и во 2-м послании к Коринфянам, в 8-м главе, 9-м стихом написано. «Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою». Благость Божия в Иисусе Христе явилась. Бог благо ко всем, Он всегда, и Он вел эту благость в Иисусе Христе, чтобы каждый человек может иметь спасение, каждый человек может получить жизнь вечную. Также мы читаем здесь, что «Благ Господь – убежище в день скорби». И для кого же Он является убежищем? И в одном из мест Писания, книга «Притч», 18-я глава, 11-й стих написано так. «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». «Убегает туда праведник и безопасен». То есть Господь является только той крепкой башней, той твердыней в день скорби, переживаний для праведного, для того, который праведный в его глазах. Потому что явиться перед лицом Божьим с грехами – это для этого человека, может быть, большим быть поражением. И здесь говорит, что «Имя Господа – крепкая башня. Убегает в нее праведник и безопасен». Итак, видим, что в этом стихе первое, что Бог – благ. Второе, мы читаем то, что убежище в день скорби. И третье, немаловажное такое утешение – знает надеющихся на Него. Он знает тех, которые надеются на Него. И это для нас также является большим ободрением. Когда Бог однажды беседовал с Моисеем, то Он ему сказал такие слова. «Я знаю тебя по имени». Моисей был тот, который надеялся на Бога. Бог говорит, «Я знаю тебя по имени». Более того, что Бог каждого из нас назвал Своим Детем, Он знает нас по имени. И видим, что что же Бог знает? Знает нас по имени. В книге «Откровения» мы читаем много раз, когда Бог говорит, что «Знаю твои дела». Одно из церквей Он пишет «Твое терпение», то, что ты переносишь скорби. Он говорит, что «Я знаю это». Бог говорит также о том, что «Я знаю движение мыслей». И Он пишет, что «Он знает пути Мои». Бог знает наши пути. Бог знает, как мы ходим, что мы делаем. В Матфея, когда Христос говорил ученикам, Он говорит, что «Отец ваш Небесный знает вашу нужду прежде вашего прошения». И так видим, что Бог, Он знает, надеющийся на Него по имени. Он знает также не только это, но также то, что с нами происходит. Когда мы надеемся на Него в своей жизни. И мы читаем также, как это влияет на то, что Бог знает нас, как это на нас может влиять. И в книге «Плач и Иеремия» записаны слова, которые также перекликаются с этими словами. «Плач и Иеремия», 3 глава, 25 стих. «Благ Господь к надеющимся на Него, к душе и ищущей Его». Благ Господь. Мы читаем и в Наума пишут, что «Благ Господь». И что, когда человек надеется на Него, то Бог проявляет к нему благость. Мы читаем в Римлянам, что все содействует ко благу не всем людям, а тем, которые любящие Бога, те, которые Его дети. И в книге Псалма, в 5-м Псалме, 12-м стихом записано так. «И возрадуются все уповающие на Тебя, вечно будут ликовать, и Ты будешь покровительствовать им, и будут хвалиться Тобою, любящие имя Твое». Так вот, много того, что мы находим в Писании, как Бог относится к тем, которые надеются на Него, что Он к ним оказывает, и что Он о них знает. И мы можем вместе с автором этого Псалма также радоваться тому, что Бог знает нас, Бог знает, что с нами происходит, Бог знает о том, что мы надеемся на Него, когда мы надеемся на Него. Он знает нас, и мы читаем о том, что, Господь, Ты будешь покровительствовать им, будешь покровительствовать тем, которые знают Тебя, которые надеются на Тебя. Пусть у нас этот стих из книги Наума будет небольшим ободрением, что Бог знает, что с нами происходит, Бог знает нас по имени, Бог оказывает благо, и это благо Он оказывает каждому человеку. И также Он является той крепостью, той башней, куда мы можем приходить в день скорби, убежище в день скорби. Благо Господь убежище в день скорби и знает надеющихся на Него. Аминь. Помолимся.